Всех приветствую на своем канале NiceBike. Сегодня 3 августа 2022 года и для вас будет обзор о велосипедных туфлях для триатлона от компании Bond. Эта модель бывает периодически, выпускается в двух цветах, размерная сетка с 36 по 50. Перед началом каких-то массовых стартов, айронмен, люди начинают себе подбирать что-то из обновки, чтобы и выглядеть хорошо, и результат показать лучше, чем, к примеру, предыдущие. Поэтому многие обращают внимание на экипировку, в том числе и на велосипедные туфли. Туфли очень хорошие, весят всего пара, ну, к примеру, в размере 44 это 560 грамм. Туфли выпускаются в черном цвете, с белыми вставками и золотой полоской в белом цвете, с черной вставкой и золотой полоской. Ну, вот выглядят они примерно, вот так они выглядят в коробке. Добро пожаловать в это Bond. Не Джеймс Бонд, но достаточно хорошего качества делают обувь велосипедную и для триатлона, и просто для шоссе. Значит, чем хороша модель? Модель выпускается с клапаном, который закрывает систему затяжки Буа. Есть, ну, достаточно хорошо можно отрегулировать по длине, по объему себе бортинок. По объему есть, если вы видите, в передней части вентиляционное отверстие, для того, чтобы все продувалось. В верхней части есть вентиляция. Что немаловажно, сделаны они по технологии однонаправленных карбоновых волокон. Подошва очень жесткая. Если вы в этой обуви будете не только выходить на старты, а еще периодически ездить, то жадательно в ней не ходить. Потому что, ну, почему? Потому что будут снашиваться задники. Они хоть и заменяемые, да, здесь болтик. Если вы сносите, то придется что-то делать именно похожее. Потому что отдельно поставщики сюда пока эти вещи не возят. И также масочная часть закрыта достаточно плотным полимером. И если вы будете часто ходить, то вы эту часть тоже сносите. И, ну, как бы не очень хорошо. Подошва у ботинок очень-очень жесткая. Хорошо передает вашу энергию в педаль и дальше. Что еще? Значит, специальная, как заявляет производитель, вот такая структура верха улучшает аэродинамику. Да, она такая нечаистая, даже непонятно. Ну, красивая, приятная на ощупь. По размерности есть на сайте Бонд размерная сетка. Да, и как правильно мерить обувь. Ну, там как-то странно идут размеры с 36 по 40, потом 45-41, у 41 нет половинки, потом 42-42 с половиной. То есть не во всех размерах есть половинчатые. И не всегда бывают самые большие размеры, 50. Например, вот у меня здесь ботинки 46,5. Например, вот сейчас у меня в руках ботинки. Это 44,5. Здесь пара 44, там где-то 47,2 лежит. Не важно, то есть ботинки то есть, то нет. Обычно спрос на них зимой, ближе к Новому году, либо после Нового года. И не всегда есть наличие поставщиков, завозят. Сейчас проблемы с логистикой и что почем привезти. Цена может колебаться на данный момент. Пара велосипедных туфель Бонзера Плюс стоит сейчас 47 тысяч рублей. Ну, для сравнения. Теперь как мерить. Значит, у каждого ботинка есть, ну, на коробке есть размерная сетка, есть длина в сантиметрах, европейская длина. Но вы просто берете, ставите пяточку, ну, грубо говоря, к стене, ставите свою ногу, мерите самую длинную часть пальца и пятки. Получаете сантиметры. Эти сантиметры, по этим сантиметрам все подбираете. Вот, к примеру, размер... Стелька сидит очень плотно, я стельчика вытащил, к примеру. Это стелька, где она там, 44-5. Производитель пишет прямо на стельке, европейская 44-5, американская десятка в миллиметрах 28. Ну, я вымеряю 28 сантиметров. А, кстати, стельчика тоже такая достаточно интересная. Нижняя часть перфорации, да, из плотного материала. И сверху наклеена вторая ответная часть, такой сетчатый материал. Вот такой. Если мерить стельку, да, отвлекся, то получается здесь стельчика, вот прям ровно миллиметр в миллиметр, 28, например, да. На стельке тоже написано 28. Поэтому, если правильно меряете, подбирайте размер. Но они, ботинки эти, маломерят. Сегодня, вот 3-го числа, я возил на доставку клиенту 5 пар. Клиент указал, что у него 295 миллиметров. Я привез 44, 44,5, 45. 46,5 и 47. Ну, в принципе, должен был подойти 46,5. Но, так как он померен неправильно, у него оказался размер, он забрал 45. Поэтому лучше все мерить по возможности. Либо, если вы где-то удаленно не можете померить, присылайте правильный размер для более правильного подбора. Что еще очень важно у этих ботинок? Если вам идеальнее подогнать по стопе, то они термоформуемые. То есть, можно путем нагрева в специальной камере сделать слепок вашей ноги и под вашу стопу подогнать карбон, чтобы вообще прям ботинки были только ваши. Это можно сделать в любых ботинках торговой марки Bond. И Viper Plus, и Viper, и там еще какие-то... Ну, неважно. Сегодня мы говорим о модели Zero. Поэтому, вот, обращайте внимание. 7 минут времени. Спасибо, что уделили. На этом видеообзор можно завершать. Если есть желание, вы можете перейти под видео, попасть в карточку товара. И именно этой модели. Также будет ссылка на категорию. Именно VeloTufel Bond. Все это ниже, по ссылочке. Вот здесь, вот здесь, внизу. Если есть желание, можете подписаться на канал. Задать какой-то интересующий вас вопрос. Если знаю, всегда отвечу. Отвечаю быстро и оперативно. На этом еще раз хотел с вами попрощаться. Всем хорошего времяпровождения. И до скорых встреч на канале Nice Bike. С новыми видео для вас.